Самое масштабное за последние 115 лет наводнение обрушилось на Дальний Восток год назад. В зоне бедствия оказались 5 регионов, было потоплено более 13 тысяч жилых домов. И вот сейчас, после месяцев, проведенных у родственников и в пунктах временного размещения, люди готовятся отпраздновать новоселье. Некоторые дома построены и благодаря вам, нашим зрителям, которые приняли участие в благотворительном марафоне Первого канала «Всем миром». Репортаж Ксении Колчиной. Здесь стояла лестница, вот здесь мы поднимались, вот тут была лодка привязанная, которая сейчас там стоит, вот туда поднимались, и у меня на кухне, на крыше вот этой кухни мы жили. Поселок Дубовый мыс Хабаровского края, в котором живут Мария и Виктор Коростелевы, такого наводнения, как в 2013-м, не знал никогда. Река будто взяла его в кольцо, иначе как на лодке передвигаться было нельзя. Но оставить свой дом супруги не смогли. На чердаке вместе с курами и собаками они прожили полтора месяца. Нам предлагали в ПВР, но мы не согласились, мы порешили так. Раздавали клятву в беде и в радости вместе. Значит вместе. Они уже и сами не верят, что когда-то рыбачили в собственном дворе. Из-под воды была видна только крыша дома. Кажется, что теперь здесь все как в прежние, допотопные времена. Цветет сад на ухоженном огороде, зреет урожай. Только в доме жить больше нельзя. Паводок почти уничтожил постройку. Сейчас супруги Коростелевы используют ее как склад. Готовятся к переезду в новое жилье. Я сильно соскучилась по уюту. Очень. И муж тоже. Все-таки как ни говорите, а я теперь поняла, что уют греет. В конце июля прошлого года уровень Амура начал стремительно подниматься. Паводок смещался с запада. Его подпитывали притоки реки, которые находились ниже по течению. Один за другим большую воду встречали города и села Амурской области и еврейской автономии Хабаровского края. На всем Дальнем Востоке был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Амурчане встретили наводнение первыми. Ивановка, Владимировка, Овсянка. Кадры этих затопленных сел Амурской области облетели всю страну. Тогда еще никто не предполагал, что это лишь начало небывалого для этого региона наводнения. Ну вот мама будет, допустим, здесь жить. Лена здесь я буду выйти и буду махать. Спустя год после паводка Светлана Реброва осматривает свой будущий дом. В рамках проекта «Всем миром» в селе Волково Амурской области строят 24 коттеджа для пострадавших от наводнения. Деньги на новые дома собрали зрители Первого канала в ходе телемарафона. Жилье построено по особой технологии. Даже в самые лютые морозы в нем всегда будет тепло. При каждом доме свой земельный участок площадью в 10 соток. Совсем рядом поликлиника, школы и магазины. А еще для новоселов построят свой детский сад. И это лишь один из новых микрорайонов. Всего на Дальнем Востоке шесть таких народных стройплощадок. Новоселье состоится вот-вот. Холодильник, стол, стулья, естественно. Ну, кастрюли, не кастрюли, полочки. А это уже Хабаровск, набережная. Пока что пройтись по ней нельзя. Прогулочная зона закрыта. После наводнения брусчатка может провалиться и нужен масштабный ремонт. В прошлом году отсюда следили за тем, как поднимается Амур. Вот под водой оказалась прибрежная полоса. Вот река уже у парапета. Вдоль всей береговой линии тогда вытянулись баррикады из мешков с песком. Они хоть как-то могли сдерживать постоянно прибывающую воду. День за днем в городе затапливала новые территории. Так теперь выглядит центральный Хабаровский стадион имени Ленина. Его как раз реконструируют. Меняют старое травяное покрытие на новое, искусственное. Совсем скоро здесь, как и прежде, начнут проходить футбольные матчи и тренироваться легкоатлеты. А год назад стадион облюбовали серфингисты. Сейчас в это тяжело поверить, но тогда футбольное поле напоминало скорее огромное озеро. Вода дошла до самых трибун. И трибуны рукоплещут хабаровским серферам. Неунывающие спортсмены каждый день растекали водную гладь стадиона на доске под парусом. Правда, пришлось получить официальное разрешение. Винсерфинг не предполагает какого-то пессимизма. Это позитив, энергия, удовольствие, радость. Даже в условиях, когда в нашем случае все залито и выхода нет. А во дворах, где сейчас играют дети и прогуливаются прохожие, тогда курсировали лодки. Это спасатели, эвакуировали всех желающих. Магазины, банковские отделения, офисы компаний. Вода была везде. На стенах домов, попавших в зону затопления, до сих пор вот такие красные отметки. Шкала подъема уровня воды в Амуре. Своего максимума. У Хабаровска река достигла примерно в начале сентября. Тогда она замерла вот здесь, на уровне 8 метров 8 сантиметров. После этого паводок пошел на спад. Последним крупным городом, который оказался на пути паводка, стал Комсомольск-на-Амуре. Именно здесь отстояли Мылкинскую дамбу, которая уже стала символом украшения Амура. Солдаты-срочники и спасатели по пояс в воде держали вдоль всей насыпи прорезиненное полотно. Иначе вода бы прорвала дамбу и затопила весь город. Эту историю теперь рассказывают на лекциях курсантам МЧС. Давайте сейчас прочитаем чуть-чуть. А таких малышей уже прозвали детьми наводнения. Они либо покинули затопленный дом вместе с родителями, либо родились в эвакуации. Людмила уже год живет с сыновьями, полутора и трех лет, в комнате общежития. Рассказывает, что старший ребенок лишь недавно перестал вспоминать, как тонул родной поселок. Каждый вечер переживал, спрашивал про папу, что там вода. Что все, ну, мы-то уезжали на глазах, уже вода прибывала. Он это все видел, все. Первый день, когда приехали, плакал. То, что, ну, за папу переживал, за дедушку. Сейчас Людмила с детьми, как и другие, пострадавшие от наводнения, ждет новоселье. К сентябрю 3,5 тысячи семей на Дальнем Востоке должны переехать в новые дома и начать жизнь заново, стараясь забыть о том, что их когда-то заставила испытать стихия. Ксения Колчина, Алексей Шиян, Екатерина Якунова, Дальневосточное бюро Первого канала.